Я обучалась в Минске. Это было давно, 9 лет назад, тогда не было такой большой конкуренции. Я уволилась и уже конкретно занимаюсь бровями. Я не шла быстро, потому что я осознавала, что это тяжелый труд, что это должен быть опыт. Постоянно делаются какие-то вложения. Поддержка такая оказывается тем гражданам, которые испытывают трудности с поиском подходящей работы. Всего около двух часов и обычный взгляд превращается в необыкновенный. Правда, процесс преображения буквально ювелирный. На каждую натуральную ресничку необходимо приклеить искусственную, а то и не одну. Все зависит от выбранного объема. Я себе очень долгое время делала эту процедуру. Мне было интересно, я хотела узнать весь процесс, изучить его. И когда обучилась на мастера по наращиванию ресниц, я начала себя продвигать в нашем городе, продвигать свои услуги. Обучалась в Минске. И это было давно, 9 лет назад, тогда не было такой большой конкуренции. В принципе, добиться какого-то успеха и вообще привлечь своих клиентов. Не скажу, что мне было сложно, так как уровень мастерства был достаточно высокий. Музыкант по образованию, бьюти-мастер в душе. Некоторое время Милана Дерул совмещала основную работу наращивания ресниц, оттачивала мастерство от А до Я. Когда я поняла, что у меня клиентов уже достаточно много, что я не успеваю просто удовлетворять потребности, запросы клиентов, я ушла с основного места работы и полностью посвятила себя этому делу. И чтобы открыть пространство по наращиванию ресниц, воспользовалась господдержка. Получила субсидию на развитие собственного дела и с нуля создала свою студию. Были подготовлены документы и нам выдали определенную сумму, которую мы потратили на материалы, на оборудование. Требовалось много вложений и финансовых, и моральных. Ведь Милана была новичком в бизнесе, но четко понимала, на что идет и со всем справлялась постепенно. А спустя три года поняла, пришла, пора расширяться. К тому времени она уже познакомилась с Дарьей Ярошек, тогда еще начинающим бровистом. Я пришла к ней на ресницы, мы с ней разговаривались. На тот момент я уже занималась бровями, и она предложила мне прийти к ней и показать то, как я владею мастерством своим. И с того момента мы уже по сей день рядышком. Хотя еще пару лет назад брови для Дарьи были тоже лишь дополнительным занятием. Будучи в декрете, обучилась на новую профессию. Я долго искала мастера-бровиста себе. Постоянно получалось не то, как я хотела. И с этого момента я решила, что мне проще обучиться и делать саму себе брови. А потом и не только себе. Был такой период, когда у меня уже и маленький ребенок. Я вышла с декрета и работала. Ну и плюс брови. Поэтому мы приняли с мужем такое решение, что я уволилась и уже конкретно занимаюсь бровями. В этом бьюти-пространстве девушки работают несколько месяцев. Создавали его тоже с нуля. Мы переехали в новую, уже большую, современную студию с новым оборудованием. И собрали свою команду. У нас работает несколько человек. Кстати, выбрать название студии для команды был тот еще квест. Вариантов получилось несколько. Решить вопрос помогли клиенты посредством голосования в соцсети. В итоге выбрали «Мама Сита Бьюти», потому что это девушка, которая яркая, выходит после нашей процедуры. Это непростой труд, непростое дело. Мы опираемся на среднюю стоимость процедуры по городу. Работаем на хороших премиальных материалах. И, конечно, это затратно для новых мастеров. Но они выбирают сегмент немножко пониже. С чего-то нужно начинать. И, конечно же, мы за то, чтобы не экономить на материал. Я прошла хорошее дырку обучения. И для меня было важно качество. Первое время, как и большинство, я работала в убыток. Вообще то, чем сейчас я занимаюсь, это мое такое было как увлечение. Это был дополнительный переработок. Я не думала, что это в такие масштабы все перерастет. На базе студии Милана открыла и школу по наращиванию ресниц. У нас проходит как базовое обучение, так и повышение квалификации для мастеров. Очень много клиентов из области. А на обучение у нас вообще со всей республики приезжают. На протяжении 9 лет мы также проходим курсы повышения квалификации. Мы следим за новыми трендами, за новыми тенденциями. Изучаем рынок и очень большое внимание уделяем сервису, комфорту. А потому практикуют работу в 4 и даже в 6 рук, чтобы экономить время на проведении процедур. Это выгодно и для клиентов, и для мастеров. Клиенты пишут у нас круглосуточно. И мы стараемся максимально быстро отвечать на запросы клиентов. Но не всегда это получается, так как очень много времени мы проводим непосредственно в работе с самими клиентами. Но я очень люблю свою работу. Я, мне кажется, 24 на 7 посвящаю своей работе клиентам. Здесь ничего не было, кроме перегородки и линолеума. Сделали косметический ремонт, перекрасили, облагородили. Очень хорошая компания нам предоставила в рассрочку мебель, которая у нас в данный момент есть. Субсидия помогла государственная. Я отучилась в центре занятости на ИП. Получила субсидию, приобрела для педикюра оборудование, кресло, вытяжку и сопутствующие материалы. Свою студию красоты Юлия Першик открыла в сентябре 2022-го. Опыт собирала почти 10 лет. Не шла быстро, потому что я осознавала, что это тяжелый труд, что это должен быть опыт, чтобы действительно не быть слепым котенком в этом всем, чтобы разбираться профессионально. В моем понимании, что хороший профессионал будет только тот, который проживет свою профессию из начала и до верхов. Невозможно сразу стать хорошим специалистом. За два дня, даже за два месяца, за два года это не делается. Это проживается опытом, ошибками, своими какими-то принципами. Где-то ты чему-то уступаешь, даже своим принципам можно уступить, но идти выше, идти дальше, идти качественно. Маникюр, педикюр, визаж и не только. Многие курсы Юлия проходила в службе занятости. Я могу прекрасно понять начинающих мастеров, потому что тоже я училась. И я знаю, что тоже было сложно держать и режущие инструменты, и сложно было держать расческу, потому что ты боялся это сделать не так. Клиенты же видели, как это делается правильно. Ты должен был доказать, что ты лучше, что ты умеешь, что ты можешь. До открытия своей студии Юлия работала в одной из парикмахерских Бреста. Прошла путь от администратора до заместителя директора. Мне это было все интересно, мне там было очень комфортно. И, наверное, когда у меня появился уже третий ребенок, и когда я осознавала, что как-то не очень хотят на трудовом рынке видеть многодетную маму, потому что все сразу думают, что больничные, ты выпадаешь из рабочего графика. Поэтому хотелось что-то свое, чтобы ни от кого не зависеть, чтобы планировать самостоятельно и жизнь, и график. И да, Юлия состоялась не только как профессионал, а и как мама. У нее пятеро детей. Моя парикмахерская была названа в честь моих девочек, так как они Анна, Анастасия, Анжелика, поэтому А3. Все всегда спрашивают, где мальчики. Для мальчиков мы откроем сервис. Это будет потом уже в дальнейшем. Развиваться всегда сложно. Всегда сложно что-то начинать. Пока придет плюс, пройдет определенное количество времени. Это может уйти год, это может уйти полгода. Все зависит от того, как мы сработаем с клиентом. Потому что кому-то мы понравимся. Кто-то придет, посмотрит, что-то его не устроит, они уйдут. Были этапы перегорания, что уже вроде как ничего не хочется. Но это все усталость. И поднимаешь голову, идешь вперед. Усталость можно пережить. Качественно отдохнуть, взять себя в руки. У меня колоссальная поддержка. Поддержка семьи, поддержка друзей. Я все время учусь. И на данный период времени я не останавливаю. Я также учусь. Я посещаю московские какие-то семинары, конференции. Учимся в кларистической школе. Тоже в московской. Очень хорошая школа. Дает очень много знаний. Стараемся быть лучше. Очень важно начать с себя. Потому что, когда набираешь коллектив, чтобы в этом разбираться вместе с коллективом и также развиваться с ними. Чтобы даже по вопросам материалов не было каких-то недопониманий. Потому что все равно материалы меняются. Многие руководители не понимают, с чем они связываются. Покупают, не советуясь с мастерами. Считают, что так будет важнее, так будет лучше. На самом деле это так не работает. Надо прислушиваться. Сотрудники у меня еще не набраны. У нас получается еще как тестовый режим. Но мы в процессе. Девочки мне очень нравятся. Девочки все хорошие, способные. Я считаю, что у меня нет конкурентов. Я по-другому работаю. У меня девочки по-другому работают. Мы по-другому все мыслим. Поэтому для меня есть коллеги. У которых тоже можно поучиться. Что-то принять свое. Я с удовольствием делюсь своим опытом. Сегодня Ольга Кукол, коуч, помогает своим клиентам ставить правильные цели и успешно их добиваться. Но еще несколько лет назад она сама была в поиске того, как изменить жизнь. Это очень современная деятельность. И сейчас коучинг просто востребован на ура. Потому что это отменная технология, которая дает возможность проявиться человеку и более раскрыть его потенциал, внутренний потенциал. Я была инженером, и зарплата у меня была хорошая. Это статус, это умение, которое, если ты 25 лет в профессии, то ты уже наработал какие-то навыки. И просто я понимала, что что-то со мной не так. Вот что-то меня уже гложет, я не удовлетворена жизнью. А я четко убеждена, что каждый из нас приходит в эту жизнь для того, чтобы радоваться и для того, чтобы быть счастливым. И я начала думать, почему же я несчастлива. Решила поменять эту профессию. И сейчас, работая с людьми именно в этой структуре, мне это очень нравится. Я сама изменила свою жизнь, значит, изменится и все жизни моих клиентов. Деятельность Ольги востребована среди населения, потому многие посещают ее тренинги. У нас в Бресте больше всего все-таки сарафанное радио. И люди, когда получают результат, они передают этот результат друг к другу. И, конечно, и соцсети. В них Ольга старается максимально рассказать о своих проектах, а их, к слову, немало. Ведь чтобы иметь не только удовольствие от работы, а и прибыль, необходимо много трудиться. Но на этапе развития хороший заработок – редкость. Постоянно делаются какие-то вложения. И в создании атмосферы для клиентов, и в обучении. Ольга прошла не одни курсы по разным направлениям коучинга. Кстати, тоже получила субсидию на развитие своего дела. И благодаря ей приобрела ноутбук. Сейчас в планах свой кабинет. Пока что встречи с клиентами проходят в арендных помещениях. Как показывает практика, безвозмездная финансовая поддержка от государства в качестве субсидии – отличное подспорье в начинании своего дела. Эта программа рассчитана для тех, кто официально является безработным, состоит на учете в службе занятости. По приходу сюда или постановке на учет в качестве безработного субсидия не предоставляется. Поддержка такая оказывается тем гражданам, которые испытывают трудности первичные на первом этапе с поиском подходящей работы. Как правило, где-то в районе одного месяца этот поиск длится. Если за этот период найти что-то подходящее не удается, безработному могут выдать субсидию. Но не просто так. Соискателю необходимо придумать свой стартап, написать бизнес-план по его развитию и защитить перед комиссией. Выполнить эти задачи помогут соответствующие курсы, которые организовывает служба занятости. Потому что без них будет затруднительно написать бизнес-план, в принципе его содержание оформить, ну и сформулировать правильно свои мысли. Самим наименованием вида деятельности вряд ли можно или удивить, или что-то такое новое преподнести. Но его содержание, его оформление и как оно будет реализовываться, да, у каждого оно свое. У кого-то оно представлено более так интересно и выгодно, а у кого-то все-таки менее, скажем так, заманчиво и может местами даже и сомнительно. Когда бизнес-план представлен, в течение 14 календарных дней комиссия определяет, выдавать субсидию или нет. Чаще всего результат в пользу безработного, но если был получен отказ, можно попробовать снова. Важно, чтобы проект приносил доход предпринимателю и развивал инфраструктуру города, вел к росту экономической активности. Также каждый индивидуальный предприниматель может создать рабочие места и еще для двух человек. Это не только обеспечение занятостью, но и дополнительные поступления в бюджет. В 2022-м более 30 жителей Бреста получили такую финансовую поддержку, а за все время существования программы с 1995 года более 2000 горожан. Выдают ее единожды. Размер 11 бюджетов прожиточного минимума на момент подписания договора. Сейчас эта сумма более 3700 рублей. Одно из главных условий получения субсидий – работать после открытия минимум полгода и платить налоги. Формула успеха – не потерять себя, любить клиентов, с душой подходить к своему бизнесу – это, наверное, самое главное. Делать качественно свою работу, следить за трендами, развиваться и делать наших девушек еще красивее. Знать, как делать. Знать, что делать. Взять и сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова